Всем привет! Меня зовут Фанья Сахарова. И сегодня я буду копировать очередную картину одного из известных импрессионистов, Клода Мане. Только сегодняшний урок будет отличаться от предыдущих. Я буду вам рассказывать. Рассказывать ход действий. Надеюсь, из этого получится красивый видео урок. Да, это мое первое подобное видео, так что прошу меня извинить за какие-то неточности. Я, естественно, волнуюсь. Ну, начнем. Формат у меня обычный, 50 на 70. Краски тоже стандартный набор. Я вам их напишу. Вы увидели в картине очень много синего. Через этот синий мы и начнем набор картины. Синим у меня будет ультрамарин светлый. Итак, наша первая задача это ультрамарином набрать всю картину. Где-то темнее, где-то светлее. Сейчас мы будем с вами смотреть тональность картины и набирать синим не только пятна, но и уже рисунок. Итак, берем разбавитель, берем ультрамарин и начинаем набор картины. Штриховательно, лежачая кисть, холсту. Начинаем набор. Тёмное море. Море тёмное. Лежачая. С такой прогрессью, чтобы виднялся холст. Смачиваю совсем чуть-чуть иногда. Набираем темноту. В этом углу у нас куча всего разного. И траваи, и камни. Что-то вот такое вот наберем. И давай мы уберем. Сильно в рисунок не сматриваемся. Мы всегда успеем его исправить. Тут, допустим, можно чуть-чуть подмешать в белье и набрать место, где будет город. Вот здесь у нас город и горе. Тоже примерно набираю. Отхожу, смотрю, чтобы не ошибиться. Набираю и набираю. Вот тут у нас куст. Но я его не буду набирать прям тёмным. Я тоже штриховательно уже начинаю создавать ритм. Я просто тут наштрихую, чтобы потом, когда я положу туда жёлтые, оранжевые, зелёные, чтобы у меня вот этот ультрамарин, этот воздух выходил. Небо. Небо, оно тоже светлое. И я тоже совсем чуть-чуть остатками припачкаю. Тоже уже создавая ритм. Если вы внимательно всмотрелись в картинку, вы увидите у неба вот такой вот ритм. Вот он. И у гор тоже только чуть-чуть с меньшим уклоном. Так. Вот. Припачкаю. Сразу же намечаем дерево. Жачья кисть. Возьмем кисть поменьше. Разбавитель, чтобы было удобнее. Так. Примерно дерево обозначила. Чуть-чуть трону, чтобы не забыть. Это дерево. Пёрышки. Стайки. Лежачие кисти побиваю по холсту. И ставлю как бы запятые. Топчусь на одном месте. Долго топчусь. Чтобы сформировались у меня красивые штришочки. Вот. Вот здесь то же самое. Этим и займемся. Наберем небо, как самый большой кусок. Беру разбавитель. Возьму. Возьму я цирулиум. Я не буду брать голубую. Я возьму цирулиум. Капельку совсем чуть-чуть. Катми. Чтобы он немножко усложнил цвет. И буду наштриховывать небо. Лежачей кистью. Помним, что у нас должно быть такое направление неба. Весь импрессионизм состоит из этих штришочков. И, конечно, нужно научиться штриховать. Вот. Я ставлю кисть. И работаю ей в направлениях вперед-назад, вперед-назад. Иногда практически топчусь на месте. Сильно не разбавляем краску. Нам нужна вязкость. Вот она, вязкость. Приближаемся к линии горизонта. И у нас цвет неба становится светлее. Вот эту гору я срежу, потому что она у меня слишком острая. Везде у вас будет подмешиваться этот ультрамарин. Ничего страшного. Это, наоборот, хорошо. Можно было сделать, конечно, и по-другому. Сначала не рисовать это дерево, а просто набрать небо. Ну, я решила вам, ну, для себя, вам показать, чтобы понятнее было, почему мы набираем синим. Сначала сделать таким образом. Ну, немножко будем обходить дерево. Немножко она будет подмешиваться. И подмешивается. Потому что можно рисовать небо не только путем заслонения сначала небо, потом дерево, но и наоборот, сначала дерево, а потом в этом дереве мы... Вокруг этого дерева мы достаём небо. Так. Припачкали. Вот у нас и граница куста появилась. Припачкали, припачкали. На краю формата в небе мы немножко утемняем его. Подмешиваем это всё ультрамарин. Вот этот наш замес голубого. Я взяла большую кисть, чтобы... Ну, как большой. Для подобных мелких штришочков она большая. Но я её взяла, чтобы быстренько... Чтобы быстренько расправиться с ним. А потом дальше, естественно, мы будем уточнять. Возьмём мелкую кисть. Будем добавлять. Чуть-чуть светлее сделаю линию горизонта. Просто возьму больше белья. И немножко высыплю. Чтоб не забыть. Так вот. Я оставила продресси. Я обожаю продресси, когда виднеется холст. Я всегда так делаю. Даже если мне приходится их всё равно убирать. Итак. Горы. Ультрамарин. Чуть-чуть розового. Нам нужна такая слабая фиолетовинка. И мигая где-то будет оставаться ультрамарин. Где-то розовое, фиолетовое проявление. Мы будем его набирать. Почему так? Даже это из-за того, что на горах тоже есть свет-тень, свет-тень. Ультрамарин. Это у нас будет тень. А фиолетовинка. Сейчас мне ещё нужно высветлить. Чтобы высветлить, добавляем белил. Чёткой границы не делаем. Это не должно быть вырезанным. Добавляем рисунок гор. И вот кисточкой прохожусь по краю. Чтобы не было чёткой границы. На картине нужно рисовать всё. Поэтому я буду бегать, что-то не дописывая, оставлять, приходить заново. Город. Ещё больше розового. Чтобы было больше фиолетовинки. Показываю границу города. С морем. Докинули. Вот здесь у нас будет город. Но здесь желательно, конечно, не оставлять холст чистый. Придётся нам его запрасить. Немножко займёмся правой стороной картины. Этим кустом огромным. В нём, помимо ультрамарины, мигает очень много английской красной. Такой кирпичный цвет. Английская красная. Мы его сейчас добавим. Штриховательно. Островочками. Вот где мигает, там я и добавляю. Вот тут у меня чуть-чуть здесь виднеется. Очень много он виднеется здесь. Просто наштрихую. И здесь он у нас появится. Так, ну это чуть позже. Море перед самым городом в нашей картине. Оно зеленит. Поэтому я беру изумрудную, немножко белил и немножко жёлтый. Даже белил можно не брать. Так, потемнее. И прохожусь. Прохожусь по линии. И здесь у нас. Вот где мигает зелёным, там я добавляю. Добавляю, добавляю. Снова перехожу к ультрамарину. Чуть-чуть белил. Совсем чуть-чуть. Так, сейчас. Лежачая кисть. Руку повернула специально подобным образом, чтобы мне было легче штриховать. Поэтому вы тоже. Двигайтесь и держите руки удобным образом. Да, я здесь бы, конечно, бирюзовую. Здесь нужно добавить бирюзовую. У меня поблизости нет. Добавлю. Снова циррулиум. Он больше всего похож на бирюзовую. И здесь тоже внизу немножко помигаю бирюзой. Бирюзой. Не так активно, как здесь, но тоже вечным не будет. Так, займемся веточками. Самыми главными. Теперь будем долго-долго штриховать. Побиваю. Побиваю. Чередую. Иногда, где это можно себе позволить, набираю лежачей кистью. Просто штриховательно. Ну, а в основном, конечно, побиваю. Создаю эти стайки. Руку, кисть направляю в разных направлениях. В зависимости от того, как мне нужно, что мне нужно. Чтобы куда они смотрели. Мои листочки. Вот, тут немножко можно схитрить и по-быстренькому. И такого добавить. Обратите внимание на звук. Я прям бью кисточкой по холсту. Если у вас так не происходит, значит, вы что-то делаете не так. Кисть держу достаточно далеко от места, которым я побиваю. Поэтому кисточка должна быть свободная, рука свободная. Чтобы мочь так сделать. Ну, при том, что рука у меня свободная, я все равно постоянно оглядываюсь. Делаю ли я хорошо или делаю я плохо. Все-таки регулирую процесс. Импрессионизм, конечно, вырабатывает терпение. Если вам его не хватает, если вы хотите всего и сразу, но с этим нужно бороться, естественно, то это вариант для вас. Будет, конечно, тяжело, будет надоедать. Вот так стоять, штриховать, по одному листочку это дерево набирать. Но, наоборот, для вас это же будет и полезно. Так, немножко в бок ушло. Ну, ладно, потом исправим. Так, чуть-чуть побью вот этих листочков. Ну, и здесь сразу же добавлю. Значит, так, закрашу вот этот кусочек, который слишком выделяется. И вот добавлю этих листочков. Нужен нам теперь разбил розового. Делаю все одной и той же кистью. Даже если вот у меня в розовый замешался синий, то тут ничего страшного. Розовый, немножко английский-красный, от этого кирпичного цвета. Замешиваю. И начинаю побивать. Побивать, набирать куст. Вот тут какой-то островочек. Камень. Я его тоже наберу. Пускай будет. Пускай уже будет. Вот тоже ряд камней. Как раз у меня будет тот самый цвет. Сейчас я их и наберу. Где-то тут они у него есть. Таким же образом набираю и я. Иногда чуть светлее, иногда чуть смуглее. И вот, смотрите, в наш этот розовый, который я сейчас набираю, вмешивается ультрамарин. Вмешивается ангелийская. И так один в другой цвет вмешивается и куст усложняется. Это не одна из самых сложных работ. Ну и даже эту работу желательно бы дописывать по-сухому, чтобы еще больше ее обогатить. Еще больше обогатить ее цветом, цветом и фактурой. Вот теперь. Зеленый. Мигаю зеленым. Ультрамарин. 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 Этот же цвет наберу сразу и здесь. Здесь уже штришочки поаккуратнее, листочки мелкие. Когда это действительно нравится, нравится этот стиль, нравится эта живопись, то ты уже не замечаешь того, что тебе скучно одно и то же делать или тяжело. Наоборот, каждый мазочек уже в радость. Так, но если вы нетерпеливый человек, то вам, конечно, нужно чередовать какие-то быстрые задачи с такими, которые требуют терпения. Вот тут изумрудка зеленая мигает, я ее тоже добавлю. Вот работала с этим кусочком, быстренько перешла сюда, чтобы не застывать. Только у него, конечно, зеленый посложнее, чем у меня. Ну ладно, как-нибудь усложним. Вот тут тоже зеленая мигает в дереве. Где мигает, мы ее и добавляем. Ярко-зеленая лужайка вот у нас вот тут. Значит, мы в изумрудную добавляем побольше кадмия желтого. И вот добавим вот этого. Здесь у меня пробел. слишком много белого. Я покрас ультрамаринчиком, пока я здесь его закрою. Вот тут прям такие четкие окошки ультрамарина. И даже он такой яркий. Можно капельку белил добавить, не знаю. У меня в последнее время ультрамарин попадается такой очень слабенький, ненасыщенный. Был светлый. И есть тюбик темного. Ну ладно, посмотрим. Так, немножко дерево с деревом поработает, а то он у меня слишком. Но у меня немножко неправильное. Сильно, конечно, этим увлекаться не надо. Мне нужно смотреть траекторию прям каждой веточки. Если она немножко отклонилась, насчет этого переживать нет. Подобного не надо. Главное, чтобы сохранилось общее настроение. Ну и такая более-менее похожая ситуация. Потому что все равно эти веточки не проследишь. Деревья я не рисую подобным образом. Я не ставлю кисть и не веду. Я беру вещество, беру кисточку. Беру кисточку вот здесь. Рука у меня свободная, кисть свободная. Я ставлю и веду и подергиваю. И из-за того, что я подергиваю, у меня такая коряжесть у веточек появляется. Или наоборот, в другом направлении. Ставлю и веду. Попробуйте вот такой способ. Только таким образом в любой картине пишутся деревья. Обязательно потренируйте. Так, тоже снова здесь немножко схитрил. И снова, и все равно свою эту хитрость забиваю. Как будто я такого не делала. Разбил английский. И добавляем немножко цвета дерева. Тоже белюсь я. Свет бьет отсюда. Поэтому правая часть дерева у нас теневая. Так что об этом это нужно заметить и проследить. А то будет какая-то каша. То этот замес темнее, то светлее. Прохожусь по веточкам и здесь. Такой замесик мне и здесь пригодится. Он и здесь мелькает. И пока на кисточке у меня эта краска есть. Я и здесь добавлю, и здесь мелькает. Так, снова переходим к небу. Нужно нам его усложнить. Белел и чуть-чуть голубая ФЦ. И вот подобным образом тоже поштрихуем и небо, чтобы оно не отличалось от всей картины. Небо особенно должно быть густым, потому что оно самое светлое. Ну и тоже здесь я буду чередовать штришочки. Нужно мне немножко фактурки, я попиваю. Нужно чуть-чуть упростить. Я это все расштриховываю. Можно и так, и так. Главное, чтобы небо стало сложнее. Желтый подмешался. Ну, ничего страшного. Чуть-чуть, еле-еле можно подобными цветиками. И даже нужно мигать в небе. Это все усложняет картину. Это все идет нам на руку. То темнее, то светлее. Небо оно не простое. В нем тоже есть какой-то свой особый рисунок. Оглядывайтесь все время на картинку, всматривайтесь в оригинал. Но вы это все увидите. О том, что все не так просто. Вот небо мигает. Вот оно уже намного интереснее, чем оно было. Чуть-чуть густоты добавим сюда. Может быть, я сделала и делала много каких-то ненужных вещей в картине. Или как-то неправильно поступила. Но я надеюсь, вы меня поймете. Потому что писать на камеру – это вдвойне сложно. Потому что тебе нужно думать не только о том, как у тебя картина сложится, но и ты думаешь о всем остальном о том, что у тебя время ограничено, память ограничена и так далее. Но я надеюсь, с каждым видеоуроком я буду все увереннее и увереннее. Особенно, конечно, нужно следить за касаниями. Касания к небу должны быть особенно красивыми штришочками. Так что тут прям нужно быть осторожным. И не только, допустим, в одном направлении, но немножко листочки упали. Не кто-то вверх, а кто-то прямо. Дерево оно живое, природа оно живая. Ветер впадал, листочки положения поменяли. Ветер впадал, листочки положения поменяли. Мимо веток не обходим, мы наштриховываем сверху. Мы их заслоняем. Часто бывает такое, что боятся, нарисовали веточки, боятся к ним прикоснуться. Нет, так делать не надо, не нужно бояться. Вот тут цветик не добавила, добавлю. Ладно, немножко изменю. Чуть-чуть другое дерево будет у меня, чем воно. Вот тут веточки у меня есть. Аккуратно. Лежащие кисть. Добавлю веточек. Вот, уже усложнилось. Вот тут тоже добавим. Веточки появляются и оно сразу же... И они у нас сразу же все эти листочки собирают. Так они были непонятно кто где, на чем они держатся, куда смотрят. А появились намеки веточек, стало уже попонятнее. Ладно, раз уж мы изменили, ну я изменила дерево, то и веточку добавлю, чтобы был эффект заслонения. Так, тоже немножко сейчас дерево потрогаем. Делево, оно у нас не просто ультрамариновое. Вот как мы его набрали, так оно и есть. Нет. Ультрамарин здесь есть и сложнее. С розовинкой. Вот. Мигаем этой розовинкой. Только аккуратно подмешивается светлый и не дает нам темноту добавить. Так, и маленькая хитрость. Вот тут намного светлее, чем сам весь пуст, мы здесь наберем листочки. Чтобы дерево у нас вышло на передний план. Ну, это к этому не относится. Вот. Вот это главная тема. Так, заду. Но чтобы было понятнее, зачем мы это сделали, я немножко по границе дерева пройдусь. Добавлю ультрамарин. Ну, чтобы дерево собрать, а то оно непонятно у меня, где у него границы. А тут я его собрала, подчеркнула. Дальше свет. Маленький трюк. Бегаю по всей картине. Куда глаз упал, там и штрихую. Обогащаю картину. Так, немножко займемся городом. А то мы все по чуть-чуть тронули, а город нет. Так, если у вас уже нет чистого места на палитре, то, пожалуйста, очищайте. Чтобы не мучиться. Всегда тряпочки у вас должны быть чистые под рукой. Кисть вытирать, руки вытирать, чтобы скользко не было. Сначала попробуем набрать цвет. Это, конечно же, белило. Белило, английское. Или даже можно кадми красный светлый, такой алый-алый цвет. И он сразу же все поджигает. Вот этот свечек. И даже я вот порой двигаюсь, как будто я руку себя ошпарила. Вот подобное движение, такое дерганное. Это помогает больше создать таких мазочков небрежных. И вот эта небрежность о том, что я не думала над каждым мазочком, куда мне его поставить, как поставить. Такой определенный шик создает, что ли, если это можно так назвать. О том, что я не думала над каждым мазочком, а я уже все знаю, я такая умная, я поставила все где надо. На самом деле нет, это маленькая хитрость. Так, чуть-чуть накинула темноты. Этой же кистью беру белило. Чуть-чуть желтинку, потому что свет желтит. И густо, потому что светлые проявления в картине у нас обожают густую краску. Мы набираем. Ну, естественно, ультрамарин у нас будет подмешиваться. Этого вы не бойтесь. Исправим. Вот густо добавляю эту архитектуру домов. Ну и, конечно, в то же время не нужно делать на свой вкус. Нужно немножко осматриваться, а как там сделано у него. Поэтому я за то, чтобы люди копировали. Если вы только пришли в живопись, копируйте. Не нужно писать со своих каких-то непонятных фотоматериалов или с картинок, фотографий, которые вы нашли в интернете. Это не самый удобный путь. А когда вы копируете, художник за вас уже все решил. Вам не нужно думать особо. Вы только копируете, но и приобретаете навык. Как вы уже подсмотрели, допустим, ага, у этого художника это есть. И на моей фотографии, на которой я сегодня сфотографировала, это тоже есть. Добавлю я. Ну, вот, подобным образом нужно поступать. Так, и теперь добавим теневые к городу. Тут фиолетовый мыло, а тут в основном литрамарин. Город этот темнее, чем горы. Это, конечно, нужно было сделать в самом начале, но я что-то не подумала. Ну и, в принципе, так тоже можно поступить. Ну и, конечно, оглядывайтесь. Смотрите, чтобы у вас город не получился огромным. Чтобы все было, чтобы пропорции были соблюдены все-таки. Вот тоже теневая, теневая. То просто ультрамарином мигаю, то немножко фиолетовый добавляю. И красные крыши тут. Сейчас добавим их, чтобы было понятно, что это город. И не обязательно, где только у нас вот белые макушки есть, а и рядышком, чтобы было понятно, что эти дома, допустим, они в тени. Вот особенно тут их много, непонятных домов. Вот крышка дома. Вот тут. Вот тут. Ну что-то типа такого. Ну, конечно, не точно. Но общее настроение. Если что-то не нравится, можно поправить всегда пальчиком. Такие тоже где-то точечки света просто. Какая-то светлая линия уходит в городах. Сейчас я где-то рядышком, я снова трон моря. Движения не только прямые, но и в виде волн тоже такие добавляем штришочки. Что все-таки тоже ветерок дует. Море у нас неспокойное от этого движения, колебания. Море тоже добавляем. Тоже как бы мелочь, но оно обогащает. Что-то такое. Что-то такое. Ну и не такие они широкие должны быть. Они должны быть все-таки аккуратными. Это же у нас не прям, это не крупный план. Это море вдали, поэтому и волны должны быть маленькими. Так что аккуратно не увлекайтесь. Я иногда, конечно, перебарщивала с этим. Вот тут у нас в кусточке такой есть и синее проявление. Нужно его тоже добавить. Здесь, вот здесь. Касание к дереву, к стволу нужно немножко усложнить, чтобы не было ощущение того, что мы опять же боялись подойти близко к дереву, потому что мы дерево набрали и боимся тронуть веточки. Ничего страшного. Мы не боимся. Вот мы повредили. Берем заново ультрамарин. Снова вернули. Вернули. Снова свет на дереве. Вернули. Снова горы затронем. Вот, допустим, усложним немножко. Тренью. Чуть-чуть желтит, но тоже ничего страшного. Но у него тоже желтит. Перебил. Сюда даже в эту веточку я добавлю прям голубой. Голубой у нас цвет насыщенный, голубая ФЦ. Иногда такого эффекта ультрамарином не добьешься и приходится брать такой цветик. Вот, особенно на море. Ультрамарин бы с таким не справился. Потому что вот особенно в последнее время ультрамарин изготавливают таким очень светлым-светлым, и его совершенно не замешаешь в темный. Вот даже немножко увеличу. Пускай чуть больше заслоняет. Чем больше заслонений, тем нам лучше. Тем меньше придется объясняться, что у меня там есть, чего у меня там нет. А вот заслонил и все. И думайте, да дайте тебе. Так приходится хитрить. А если вы не любите выписывать, то вам тем более придется хитрить. Так, постоянно я возвращаюсь к элементам, которые уже писала. Вот. Хочу снова усложнить Гуру. Чтобы у нее разные проявления мигали. Вот. Управляем. Продолжение следует... А, и самая главная вещь в импрессионизме, ну и вообще в живописи, это умение щуриться. Вам нужно щуриться, смотреть на картину, и вы сразу же видите, где у вас должно быть темнее, где светлее. Ага, прищурилась, вот тут у меня темные островочки. Значит, мне нужно здесь больше синего добавить. Добавляем, наштриховываем. Даже ходите, вы гуляете, видите какое-нибудь красивое место. Обязательно посмотрите на него через прищур. Да, через прищур. Вот. Сразу же все обобщится и будет красиво. Допустим, не знали, что куда добавить, прищурились. Все, сразу же стало понятно. Ага, здесь у меня не хватает этого, а здесь этого. Так, тут аккуратно, тут самые аккуратные веточки, листочки. Здесь нужно сработать аккуратно. Порой даже замедлить темп, чтобы осматриваться. Красиво я делаю, некрасиво я делаю. Если замечаем, что делаем немножко некрасиво, неаккуратно. Хотя при том, что тут столько всего, это такой хламничек, куча листочков, куча веточек, куча штрихов. Но при этом всем нужно умудряться, нужно быть аккуратным. Уже тысячный раз повторяю это слово. Ничего мне в голову внимания не приходит. Вот. Замедляю темп. Осматриваюсь. Добавляю больше. Больше цвета, больше листочков, чтобы куст у нас был погачий. Так, но при этом все, у нас тоже здесь есть проявление света и тени. Вот, допустим. Вот здесь. Это совсем незаметно, но видно. Здесь у нас нужно сделать темнее. Темнее участок. Потому что вот один курс заканчивается, начинается другой. И вот мы должны, тень, свет, свет, тень. Мы должны показать, что они разные, и о том, что они различаются, и о том, что даже в такой каше есть такие понятия, как свет и тень. Вот, теневые добавила, 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 добавлю также здесь английской, она тоже как теневая пойдет. Добавила, добавила. И теперь белила. Желтый, все время забываю. Капельку зеленой. Здесь главное белилый и желтый. И густенько вот проработаю вот эту вот линию, чтобы немножко добавить объема. Прямо густо. Вот здесь вот заметила. Тоже добавлю. Вообще вот эта идея заслоненности, заслонений, света, тени, света, тени, это, конечно, не сразу же приходит. Но со временем придет, и уже немногое станет понятно. Чем больше рисунок, тем больше становится понятнее. Так что главное не лениться и рисовать. Где-то мигает больше желтого. Где-то мигает этот замес больше в пользу бильду. Но все это вмешивается одно в другое, и получается вот эта каша мазочков. Вот раз у меня тут желтый, я на макушках. Баба желтый. Здесь он мне нужен. Я вот тут даже сама о себе периодически говорю о том, что нужно быть аккуратнее. Потому что хочется быстро-быстро сделать, а быстро и красиво это не всегда получается. Не все задачи можно так решить. Поэтому вот, периодически замедляет темп. Или сначала мы накидываем, 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 накидываем. Это все, эти все штрихи, а потом их прорабатываем. Уточняем, умельчаем. Я думаю, это самый-самый удобный вариант. Конечно, немножко от себя добавляем. Без этого никуда. Потому что тоже немножко хочется творчества. Понятно, что художник все за тебя решил. Но хочется немножко и от себя добавить. Добавлять можно от себя. Главное, умно. Если вы уверены в своих действиях. Если видите, что это красиво, то, пожалуйста, добавляйте. Если вы себе не доверяете, то... Пока только копируйте. Хотя даже вот, когда вы копируете, все равно на 100%, как у него, никогда не получится. Вот. Немножко усложню вот этот камушек. Вот тут добавлю голубую ФЦ. Даже плюс розовый. Чтобы вот этой темноты такой чернявой добавить. Которую я не могу добрать простым ультрамарином. Добавляем... Голубой. Да, тут непонятно, что. Ну, понятно, что... А, ну, понятно то, что здесь есть трава, здесь есть камни, есть камни на свету, есть камни, трава в тени. И поэтому... Это нужно как-то показать. А как вот вы подберите сами? То ли вы наляпаете более-менее похоже, то ли вы начнете всматриваться. А как у него? Лучше, конечно, держаться посередине между этих способов. И оглядываться, и немножко смотреть, а не получилось ли что-то красивое. У меня, ну, не как сделал он, допустим. Ну, что-то похожее есть. Особенно вот такие вот добавлю проявления. У него там такое есть. Теперь, раз мы добавили более-менее подходящие количество веточек. Мы теперь усложним небо. Берем цвет неба на кисточку. Вновь намного темнее, чем здесь. Здесь у нас темнее среди веточек. И вштриховываемся между этими веточками. второй способ, как писать небо. можно и так, и так, двумя способами. и они вот эти два способа, они обогащают нам нашу картину. вот здесь такое же тоже добавим. веточки. и веточки. и веточки. веточки. Здесь между веточками есть такие светлые проявления. Добавим это. Раз у него это есть и это создает красоту, то мы тоже такое добавим. Где будет это удобно, потому что у нас немного веточки долгие, чем у него. И тоже аккуратно, вот с этими веточками, листочками особенно нужно быть аккуратным. Здесь небрежность может не прокатить, если слишком этим увлечься. Вот снова мне здесь не хватает темноты. Снова доштрихую. Вот такие аккуратные, аккуратные мелкие мазочки. Прям кончиком кистью добавлю. И светлые, и темные. Аккуратно-аккуратно. Так. Так. В очередной раз лезу догор. А, и вот это светлое, 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 может не такой светлое, который, какой я положила. Сейчас я его чуть собью. Собью. И вот здесь... Он должен мигать и здесь. Вот он мигает среди этих листочков, и все становится понятно. Потому что у нас дерево это заслоняет море. Море. Слишком была простая линия, я ее немножко усложню. Вот, прямую линию сбила, либо внизу, либо наверху можно такое уже добавить. Возьму зеленый оттенок, тот, который у меня еще не встречался. Накорчение он есть, я его не придумала. Просто я его еще не трогала. И снова так же накидаю его куда только можно. Есть яркий розовый такой. Прямо таких густот, их тоже добавим. Может быть, это цветущий какой-то куст. А почему бы и нет? Ну, красоты добавить дополнительной. Ну, тоже этим сильно не увлекаться. Все должно быть в рамках. Вот, мигает у него там такой яркий-яркий ультрамарин. Я такого добиться не могу, поэтому я взяла немножко голубую. Также этой голубой, но не такой яркой, я немножко пройдусь по морю. Еще его усложню дополнительно. Такими уже светлыми поведениями. Чуть ярче они к берегу. Темнее, темнее и невыразительнее. Вот здесь вот, на глубине. Отхожу, смотрю. Вообще, верно я делаю, неверно. Если что-то не нравится, исправляем. Если не получилось с первого раза, ничего страшного. Вот, в очередной раз не могу добиться вот этого углубления. Уже вот так вот сделаю. И сбиваю границу. Сбиваю, сбиваю. Сбиваю. Тянут такой. Вот. Все. Так более-менее пойдет. А то я никогда не отстану этой горы. Снова немножко к небу. Вот тут небо немножко почерчу. Кустик. Ну, не кусты, это деревья такие. Ну, вот такой видеоурок и вот такая вот картина у меня получились на скорую руку. Надеюсь, вам понравилось. Я более-менее довольна. Конечно, я еще поработаю по-сухому, потому что подобные картины нужно усложнять. Аккуратными штришочками, не торопясь, никуда не оглядываясь. Немножко допишу. Ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...